Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Екатерины. Вопрос про молочные зубы. Они ведь есть только у млекопитающих? Как это связано с типом млекопитающей? И почему постоянные зубы не заменяются у человека, а у других животных заново вырастают? Ну, давайте попробуем разобраться, что же за зубы такие интересные бывают у животных. Почему они сменяются у некоторых, а у некоторых нет? Но для начала немножко уточним систематикой. Млекопитающие – это не тип, это класс. Мы с вами относимся к классам млекопитающие и к типу хордовые. Так вот, действительно, у млекопитающих есть молочные зубы, но не у всех. У человека есть. И молочными они называются по той причине, что это первый комплект зубов, который вырастает у ребенка, который находится в это время на молочном скармливании. И надо сказать, что у человека, также как и у многих других млекопитающих, существует две генерации зубов – это молочные зубы и постоянные. Они отличаются. Молочные зубы маленькие, комплект молочных зубов тоже маленький. Это всего 20 зубов. И возникает вопрос, мы знаем, что зубы могут резаться довольно болезненно, вообще какая существует необходимость, чтобы зубы менялись. Нельзя ли, чтобы было так, чтобы сразу выросли, и мы бы пользовались ими от рождения и до конца наших дней. Но представьте, череп ребенка растет, соответственно, растут его челюсти. И вы, наверное, наблюдали, что у ребенка, когда молочные зубы только появляются, они стоят в челюсти довольно плотно. И по мере того, как ребенок растет, между зубами появляются промежутки, порой достаточно большие. Поэтому, как вы понимаете, этот комплект зубов не годится. А постоянный комплект зубов, который значительно крупнее и который уже составляет 32 зуба, он в рот новорожденного младенцева просто не поместился. Поэтому, ну, выбора нет. Мы должны терпеть некие неудобства, потому что иначе просто совершенно непонятно, как бы это, в принципе, могло бы быть. И надо сказать, что действительно, чаще всего у взрослого человека в постоянном наборе зубов 32 зуба. 28 из них прорезаются в детском и подростковом возрасте. И есть еще так называемые зубы мудрости, которые нередко доставляют нам много всяких неприятностей. Это зубы, которые прорезаются не у всех. То есть есть люди с полным комплектом зубов, которым всего 28 зубов. Иногда бывает, что какие-то зубы не прорезаются. Например, одна из пар листов может не прорезаться или клыки. Но это уже, скажем так, не норма, а патология. Итак, наш тип смены зубов называется дифиодонтия. То есть две смены зубов у нас существуют. А так ли у всех млекопитающих? На самом деле нет. Есть млекопитающие, у которых вообще нет зубов. Например, у муравьедов. Если вы себе представляете муравьеды, у него такой очень длинный, вытянутый в трубку череп. У него очень маленькое отверстие ротовое и питается муравьями и термитами. И благодаря тому, что у него очень длинный, липкий язык этих насекомых, он приклеивает на свой язык, двигая языком с невероятной совершенно скоростью. То есть, в общем, у зубы-то ему особенно ни к чему. Есть животные, у которых зубы закладываются в эмбриональном периоде, а потом они исчезают. У взрослых животных зубов уже нет. К таким животным, например, относятся утконосы. У молодых утконосов есть 8 зубов, но они довольно маленькие, тонкие, и они довольно быстро истираются и заменяются такими роговыми пластинками твёрдыми. Взрослые утконосы уже зубов никаких не имеют. Ещё один пример животного взрослого, не имеющего зубов, это усатые киты. Они называются усатыми, потому что у них есть китовый ус. И вот у эмбрионов усатых китов, также как у всех других китов, у зубатых китов, закладываются на эмбриональной стадии зубы, потом они рассасываются и заменяются вот такими вот пластинами китового уса, которые необходимы этим животным для того, чтобы кормиться крилем и прочими мелкими морскими организмами. Есть ещё удивительное, совершенно такое китообразное, называется этот кит Нарвал. У Нарвала потрясающий совершенно зуб, у самцов вырастает, у него левый клык трансформируется и вырастает в огромный совершенно бивень, длиной до двух метров. И этот бивень абсолютно прямой, и он ещё витой. Не очень понятно, как они этот бивень используют, но он очень похож на рог единорога, кстати говоря. Может быть, именно благодаря находкам бивня Нарвалы возникли такие легенды о том, что на земле когда-то жили единороги. Друзья, это череп ламантина, у него очень необычно происходит смена зубов. Он относится к полифеодонтным животным, у которых смена происходит неоднократно. И интересно, что зубы у него движутся как по конвейеру. То есть передние зубы стираются, а задние зубы образуются в дальней части челюсти и постепенно продвигаются вперёд. То есть таким образом происходит смена зубов. Для чего это нужно? Потому что это животное тоже растительноядное, у него зубы испытывают очень большую нагрузку и, соответственно, они стираются в течение жизни и им необходима постоянная замена. Вот такой вот способ интересный, замена зубов, можно сказать, уникальный. Ну а наш череп ламантина лежит на специальном вращающемся столике для 3D-сканирования. И, кстати, многие из экспонатов нашего музея, в том числе и черепа, и череп маржа, например, череп ламантина, они сканируются. У нашего музея есть канал на сервисе Sketchfab, куда мы выкладываем 3D-изображения различных музейных объектов. В том числе там есть очень интересные черепа с необычными зубами, так что милости просим, вы можете посмотреть, покрутить, повертеть и полюбоваться нашими экспонатами с помощью вот такой вот новой технологии. Есть также необычная смена зубов у слонов. У слонов, на самом деле, одномоментно, как правило, только четыре зуба. Это два зуба нижней челюсти, два зуба верхней челюсти. Зубы довольно крупные, зубы с ребристой поверхностью, напоминающие терку. Они используются для измельчения и перетирания пищи, и зубы эти изнашиваются. И вот представьте, что у слона эти коренные зубы, которые он использует для питания, они меняются шесть раз в течение жизни. И когда у слона истёрся последний комплект зубов, то слон просто обречён на гибель, потому что он не сможет питаться. Но вот такая смена зубов слонам совершенно необходима, потому что действительно пища грубая, они питаются не только листьями, они могут питаться и ветками, и поэтому, конечно, зубы их очень сильно изнашиваются в течение жизни. Посмотрим на чудесный зуб слона. Он не очень большой. Вы видите, что у него есть корни, у него есть вот эта вот поверхность жевательная, очень необычная. Она действительно напоминает терку с такими перпендикулярными пластинками. Как раз это необходимо для того, чтобы перетирать довольно грубую растительную пищу, которая питается слоном. Ну и, кстати, у слонов уже помимо коренных зубов есть еще совершенно удивительные зубы, которые называются бивнями. Они бывают очень большие, особенно у африканских слонов. Самый известный, самый крупный образец таких бивней имел длину 4 метра 10 сантиметров и весил почти 150 килограмм. Ну такой вот солидный зуб. Это видоизмененные резцы. У африканских слонов есть бивни и у самцов, и у самок. У индийских слонов есть, как правило, только у самцов. Ну вот, кстати говоря, смотрите, если слоны меняют свои зубы, то есть еще другой способ не остаться без зубов. Например, у грызунов резцы растут в течение всей жизни. Мало того, у них резцы самозатачивающиеся. Вот очень хорошо видно, как устроены зубы у бобра. У него есть коренные зубы, затем существует такое большое расстояние, клыков у него нет, они не нужны растительноядному животному. И вот посмотрите, обратите внимание, какие зубы замечательные. У них эмаль оранжевого цвета довольно яркая, но эмалью покрыта только передняя часть зубов. Задняя часть зубов состоит из дентина. Он мягче, чем эмаль, и поэтому зуб стирается неравномерно и не получается плоская поверхность, а получается все время поверхность острая. Резцы всегда острые, самозатачивающиеся. Вот можно потрогать, что они действительно довольно острые и являются хорошим таким орудием труда для бобра. При помощи него он и питается, и необходимо ему дерево для того, чтобы строить дом свой. Совершенно потрясающие зубы. В случае опасности бобр может защищаться при помощи зубов, и это может быть очень опасно. Поэтому, если вы вдруг увидели такое животное в какой-то необычной обстановке, не в зоопарке, где животное находится в вольере, а увидели его в дикой природе, вы, пожалуйста, не пытайтесь животному слишком близко подходить. С испуга бобр может начать обороняться, если он укусит. Он может прокусить какой-то крупный кровеносный сосуд, но с легкостью может откусить палец совершенно. Как вы видите, у него такие потрясающие резцы, что, в общем, ему это не составит никакого труда. Известны случаи даже гибели людей, когда они пытались каким-то образом подойти к бобрам. И бобры их укусили. Мы бы говорили с вами о том, какие существуют примеры необычных зубов у млекопитающих. Выяснили, что молочные зубы бывают тоже только у млекопитающих, но не у всех. А как же с другими животными? С другими животными все тоже очень интересно и необычно. Если говорить об амфибиях и рептилиях, у них чаще всего очень простые зубы. Они просто прикреплены к челюсти и, в общем, ничего особенного собой не представляют. Очень простые, более сложные зубы, например, у крокодилов. У крокодилов зубы расположены в альвеолах. Интересный такой факт. Крокодил может потерять зуб и у него на этом месте может вырасти новые зубы. Вот ученые почитали, что каждый зуб может смениться у крокодила до 50 раз. Представляете, то есть на месте утраченного, потерянного, сломанного зуба может вырасти новый. В общем, на самом деле, крокодилу можно просто позавидовать. Например, у рыб бывает достаточно большое количество зубов. Зубы могут быть очень разного строения в зависимости от образа жизни рыбы, от образа ее питания. Ну, например, у нашей хищной щеки может быть до 300 зубов. Не слабая такая улыбка. У акулы совершенно фантастические зубы. Кстати, вообще считается, что зубы произошли из плакоидных чешуй еще у предков всех хрящевых рыб. И вот у акулы все тело покрыто плакоидными чешуями. Эти чешуи довольно мелкие, но если посмотреть их строения, они устроены абсолютно так же, как устроены зубы акулы. Зубы у акулы все время растут в течение всей жизни, и они все время сдвигаются наружу. Поэтому у нее всегда есть несколько рядов острых зубов, которые она может использовать в качестве такого достаточно серьезного оружия. Но если вы подробнее хотите узнать, откуда появились зубы, вы можете посмотреть на нашем взрослом канале видео Ярослава Попова. И он там о всем подробно рассказывает. Очень необычные есть зубы у змей. Вы знаете, что часть змеи ядовитые. И у ядовитых змей есть очень интересные, необычные ядовитые зубы. Они полые внутри. Через полость зуба в тело жертвы попадает яд. То есть зуб напоминает иглу шприца. Он должен быть достаточно длинный для того, чтобы яд сразу попал глубоко. И рекордсменом среди всех змей является габонская гадюка. Ее ядовитые зубы достигают длину пяти сантиметров. Ну, в общем, да, достаточно как высота спичечного коробка. И чтобы такие зубы не мешали, например, заглатывать добычу, змея свои зубы складывает вверх, поджимает их так к верхнему небу и выпрямляет зубы в тот момент, когда она собирается укусить. Так что, видите, зубы бывают очень разные. Но самое удивительное, что зубы есть и у беспозвоночных. Ну, на самом деле, у них есть какие-то другие структуры, просто внешне напоминающие зубы. Поэтому мы их так называем на их происхождении. И оно совершенно другое. Оно отличается от зубов позвоночных животных. Вообще, среди всех животных, у которых ученые посчитали количество зубов, рекордсменом считаются улитки. Представьте себе, что у этих безобидных существ 25 тысяч зубов. Это, правда, не зубы в нашем понимании. Это такие зубчики маленькие, которые расположены на радуле. Радула – это орган, который находится во рту и заменяет одновременно и язык, и зубы, и челюсти. И он используется улиткой как терка. Именно при помощи радула улитка соскребает пищу свою с какого-то субстрата. Так что, видите, оказывается, самые зубастые – это вовсе даже не акулы, тем более не какие-нибудь там тигры или прочие хищники из млекопитающих. Ну а теперь, друзья, давайте отправимся в хранилище и посмотрим, потрогаем, пощупаем, померяем самые удивительные зубы. Ну что, мы, дорогие друзья, пришли с вами в гости к Дмитрию Милосердову в хранилище остеологии. И сейчас мы сможем с вами воочию убедиться, что зубы есть совершенно невероятные. Дима нам сейчас покажет самые потрясающие примеры необычных зубов. Да, Наташа, зубы здесь самые разные представлены. Наверное, начнем с того, на что мы смотрим. Есть совершенно замечательные зубы у бегемота. Я думаю, ты о них сейчас как раз расскажешь нашим зрителям. Ну а зубы у бегемота, ну вообще потрясающие. И его челюсти крупные. Вообще, бегемот, несмотря на то, что растительноядный, это одно из самых опасных животных, потому что его огромная пасть снабжена очень большими резцами и клыками, которые, кстати, не используют для того, чтобы питаться. Да, сейчас я попробую приоткрыть челюсти, чтобы ты могла показать насколько большой зуб. Вот, пожалуйста. Да, он довольно сильно истерт. Мы видим, что у него нет корней. То есть, эти зубы все время растут. Так же, как, например, у грызунов. Но при этом они могут быть очень большого размера и это реально опасное оружие. И бегемот одно из таких самых опасных животных, по вине которого гибнут довольно много людей. Да. Но надо сказать, что здесь у нас зубы у этих черепов достаточно небольшие, потому что это черепа из зоопарка. Животные старые. Старые зубы истерлись, в том числе, как бы, я думаю, и бетон, который там. Ну да, да. Поэтому ничего удивительного нет. А следующие зубы, которые я бы вам хотел показать, и Наташа о них нам расскажет, это зубы моржа. Причем, чтобы вы разглядели хорошо, я прям с черепом покажу. Да, великолепные есть у моржа клыки. И вообще, на самом деле, латинское название моржа на русский язык переводится как «ходящий на зубах». Потому что, действительно, этими зубами морж пользуется для того, чтобы выбраться, например, на берег. Как бы зарубается ими, да? Зарубается за берег для того, чтобы была такая опора, и можно было выбраться на сушу. Ну, конечно, надо сказать нашим зрителям, что все-таки это касается галечных пляжей. То есть, морж клыками, конечно, не в твердую породу с калькой, а в гальку, чтобы наши зрители не подумали, что он такой монстр, который кручит камень зубами. Ну, максимально они могут достигать длину, по-моему, около метра, эти клыки. Есть и у самцов, и у самок, но у самок меньше по размеру, чем у самцов. И самцы также могут использовать эти клыки для того, чтобы друг с другом сражаться, потому что это животные такие гаремные. У самца гарем самок, он свой гарем защищает и использует в борьбе с другими самцами вот такое вот довольно серьезное оружие. Ну, кстати, Наташа, когда ты назвала клыки, у моржа бивнями, ты была недалеко от истины, потому что, в принципе, очень часто в старых источниках клыки называются именно бивнями, да. Так же, как по аналогии с бивнями слона, слоновая кость, моржовая кость. Да. Кстати, о слонах. Давай посмотрим на слоновые бивни. Да, конечно. Давайте посмотрим на слоновые бивни. Потому что это самые большие зубы. У меня здесь как раз сложены очень удачно. Ты можешь выбрать любой, чтобы показать нашу бивню. Если подниму, вот этот легкий. Этот легкий, да. Этот легкий, но вообще у слонов африканских, у самцов бивни могут достигать 4 метра в длину. Вот. И весит там порядка 150 килограмм каждый бивень, по-моему. Ну, конечно, четырехметровый, это уже у нас осталось в прошлом. Ну, это максимум известный. Они были выбиты в природе практически полностью, в погоне за слоновой костью. Ну, я думаю, сейчас я чуть-чуть поднатужусь и нашим зрителям покажу. Бивень тоже достаточно большой. Да. Померимся бивнями. Ой-ой-ой. Ну, да-да-да. Ой-ой-ой. Вот это ой-ой-ой. Тяжела работа хранителя Дарвиновского музея. Вот такой вот уже солидный бивень. Угу. Ну, а вот это вот, это спил какой-то, да? Или это естественное стирание? Это стирание, потому что это животное тоже из неволи, это зоопарковский слон, поэтому все вот эти вот поверхности истёртые, это явно его твёрдую поверхность, вольером тёрся, и поэтому тогда они сочились. Если мы посмотрим на бивни слонов, вот один из которых ты брала, там, конечно, тоже присутствует такое стёрствование, но оно очень небольшое и такое более скруглённое. Нет, конечно, таких острых углов. Сейчас, Анатолий, если ты возьмёшь китовый ус, чтобы рассказать о зубах китов, да, вот такой длинный у нас есть тело, беру слоновую бивень. Неплохо. Главное, ничего им не сокрушить. Да, не хотелось бы, чтобы пострадали обезьяны. У взрослых усатых китов отсутствуют зубы, но зато у них вырастают вот такие вот замечательные пластины, которые называются китовые осы. Они ещё здесь с такой, обычно, бахромой. Давай я покажу на маленьком, да. Да, вот обычно они вот такие. И это такое сито, через которое как раз процеживается вода и извлекается пища кита, да. В основном мелкие какие-то животные, ракообразные, криль и так далее, которыми, собственно говоря, кита питается. Вот самое большое животное питается такими малюсенькими существами. Именно благодаря вот такому китовому усу. А вот этот ус, наверное, длиной метра три, да? Да, он трёхметовый, это нам подарили. Можно себе представить, какой был кит, да? Да, вот я сейчас его выпрямлю, потому что он загибается, конечно. Но вот если его выпрямить, видно, насколько он длинный. Да, потрясающе. А, кстати, в экспозиции у нас есть тоже потрясающий совершенно экспонат с необычными зубами. Это нарвал. У самцов нарвала вырастает вот такой вот удивительный совершенно бивень. Можно я? Да, конечно. Ух ты! Похожий на рог единорога. Левый клык, да, вырастает, то есть вот в такой вот совершенно необыкновенный длинный бивень, ещё и закрученный по спирали. Вот. Это тоже такой уникальный пример зуба, да, которую можно... Да, и надо сказать, что учёные до конца так и не понимают, зачем он нарвал. Да, это ещё не до конца выяснилось. То есть есть всякие версии, что используют самцы для поединков каких-то, есть версии, что как-то охотятся. Как-то связано с эхолокацией тоже ещё. Но ни одна версия точно подтверждения не имеет. Ну, я думаю, вот на этой ноте... Загадочной. Яхо мы закончим, да. И приходите к нам в музей. Обязательно приходите к нам в музей. Да, всем пока. Продолжение следует...